Ах, спинку ровненько, грудь вперед, живот втянуть. Ну что, дорогие друзья, наслаждаемся шикарной погодой, которая в Санкт-Петербурге, выходной день, вечер. Погода, как на лучших курортах, и Таиланда, и, в общем, на морях, в Сочи. У нас такая погода в Санкт-Петербурге. 30 градусов жары, солнце. Ох, такой легкий ветерок, сейчас я открыла. Так окна у меня и так открытые, балконная дверь, но у меня были занавешены окна. Такими эксклюзивными занавесами. Так что, вот, сейчас я все открыла и подул такой ветерок. Так что, наслаждаемся собой, природой, погодой. Ну, такие вот дела. В общем, сделать вам главное, не забываем. Самое главное, что наслаждаться. Наслаждаться собой. Не надо вот этих статических каких-то вот этих. Нужно сесть как-то так это, расслабленно. Расслабленно шикарно. Расслабленно шикарно, чтобы наслаждаться. Как-нибудь так, что-нибудь такое. Ну что, в какой книжечке? Время любви. Как раскрыть женственность и пробудить страсть. Ох, эти объятия, поцелуи. Ох, эти прикосновения, нежные прикосновения. Кружиться в танце. Когда соединяются тела, и души кружатся в танце. Ох, да. Такая очень интересная тема. Или все-таки посекретничаем. Или все-таки посекретничаем на секретные такие секретные темы. Так что, в чем разница? Понимаете, вот разница. Страсть, понимаете, страсть и любовь. Понимаете, вы заниматься любовью с нежностью? Или с сексом, со страстью? Ну да. Как-то просуждать на отвлеченные темы. На отвлеченные от книжек темы. Или все-таки книжкам. Секреты секса. Я как-то не особо настроена сейчас читать книжки. В общем, сейчас я тут такая отдыхаю. Вообще до этого покушала. Покушала. Был у меня такой обед. Сварила я красную фасоль. Кстати, очень такая вкусная красная фасоль. Я покупала, кстати, имейте в виду, в этом магазинчике. В магазинчике Магнит. Да? Вот в этом вот, который есть у меня напротив. В магазинчике Магнит. Я покупала очень хорошую фасоль. Такая очень баджетная. Сварили фасольку. В общем, сварили макарошки. 13 рублей по 400 грамм. Кстати, кстати, я сегодня зашла после зубного. Также в магазинчик Семишар. Вы представляете? Купила я легкий майонез царский. Где-то примерно там 300-350 упаковочку такую. Грамм 350, наверное, да? Вот. Потом баночку красной икры за 24 рубля. Вот. И за 12 с копейками рублей средства для мытья посуды. И на мое удивление, кассирша мне сказала 55 рублей. Это ровно столько, сколько стоит проезд. На этом эксклюзивном троллейбасе. Ну, такие сегодня троллейбасы были. Я же вам там уже написала. Ох, где троллейбасы с кондиционером. Когда я вообще вот эти вот, и вот эти сидения, это же, понимаете, это интернешнл, понимаете? Такие сидения в иностранных этих автобусах, в этих, в лондонском аэропорту, вот, в американском аэропорту. Я помню, что когда мы, знаете, вот это вот, с Перри там летели, куда-то там. Такая, ну, в общем, оставляешь машину, а потом нужно брать этот автобус, чтобы доехать уже туда, как-то к терминалу. С парковки. Крутишь и чемоданы, и такие вот эти автобусы. Это вообще, это вообще, честно говоря, ну, в общем, да, и цена 55 рублей за это, проехаться. Хоть одну остановку, хоть и езжайте от, так скажем, весь маршрута, не знаю, сколько там остановок, весь маршрут, 55 рублей. Вот. С кондиционером. Окна закрыты, кондиционер. Просто шикарно, просто шикарно. Когда вот такая погода, плюс 30, это, конечно, великолепно. Такой вообще европейский, европейский уровень. Поехала. Хотя я посмотрела сегодня, знаете, заинтернетила, посмотрела по интернету, вот, что с 8 они работают. Ну, я и поехала. Хотя так долго ждала этого троллейбуса, прямо эти маршрутки одна за другим, второй этот троллейбус, я вам написала. Троллейбус номер 2 ходит через каждые 5 минут. Через каждые 5 минут ходил этот троллейбус номер 2. Это стоило на полчаса на этой остановке. Все уже, весь вид транспорта прошел, кроме троллейбуса номер 50. Оказалось, что прием, прием врача, так что по неотложной помощи, хирурга с 9 часов утра. С 9 утра. Так что удалила, вот, нижний, там, мне нужен был еще один корень зуба, корень зуба удалить. Ну, сразу дежурный врач мне, там, и отметил в карточке, что удалить, мне нужно 3 зуба. Ну, вот. Хотя, надо было, конечно, сразу. Знаете, сразу надо было удалять 2 там сверху, потому что они почти рядом, они ездят столько много раз, понимаете. Хотя, знаете, они требовали просто срочной и неотложной помощи, понимаете. Вот эти вот удаления, вот этих вот так, корней, корней зубов, потому что такие сломанные, понимаете. Зуб сломан, вот, и, в общем, там, от зуба только часть, и, в общем, там, этот корень, этот зуб, что от него осталось, надо было срочно тащить. Вот. Вот такие вот дела. У нас почти не было, я была вообще первая, полдевятая подошла к этому, как там. Кабинет номер 201. Кабинет номер 201, а подошла туда полдевятого, полдевятого. Ну, в 9 часов я попала на прием, в 9.15 примерно я оттуда уже вышла. Так что, вот, ну, такое эксклюзивное обслуживание. Я, когда, я, честно говоря, у меня вытаскивал врач. Вот здесь вот нижний зуб у меня, знаете, тащили мне еще пару лет назад с этой стороны нижний зуб. Ну, так этот врач, знаете, как обычно, это кресло такое вот это вот, ну, стоматологическое. Перед тобой врач обычно сидит на такой штуке, пододвигается, смотрит. Ну, или стоит, или сидит. Тут, по-моему, сидел он, или стоял, точно не могу. Ну, спереди, знаете, спереди. А сегодня так эксклюзивно, сегодня так эксклюзивно, вообще на самом деле, хоть и уколы были больные, но такие мне уколы сделал, вот эти вот так обезболил, что у меня, знаете, сразу полчелюсти, полчелюсти замерзло. Ну, ну, что я спросил, замерзла, знаете, полчелюсти, ах, машина. Инкассаторская наша с вами любимая машина, инкассаторская подъехала, мужчина там поливает. Конечно, жарко мужчина, конечно, поливать. Нужно, конечно, поливать. Этот асфальт, конечно, асфальт, он требует поливки. Может быть, вы еще здесь польете, у нас здесь, чтобы так это дышалось свежо. Что же вы там, непонятно, зачем, может быть, травку вы польете, сделаете доброе дело, а потом он весь асфальт поливает. Наверное, он там вот, зачем он асфальт, я вот думаю, зачем он несколько раз в день поливает там весь асфальт, все тут дверь он поливает. Зачем он поливает из шланга железную дверь? Очень интересно. И весь асфальт они там поливают несколько раз в день. Ну, я понимаю, им жарко. Но логичнее было бы из этого шланга поливать себя. Где вот фонтан наверх поливать себя, зачем поливать асфальт? Вот травка такая пожухлая. Вот этот у меня газончик, вот этот газон перед моим вот этим вот балконе, там вся трава сгорела, она прям пожухла вот эта вот. Чем асфальт поливать? Может быть, траву полить больше пользы будет? Я, конечно, не знаю, это просто рассуждение, слух. Они просто поливают этот асфальт несколько раз в день. Ну что, мужчина пошел. А он, знаете, с такой сумкой пошел. Может быть, он меняет в этих каких-то, знаете, он в такой сумке, как, знаете, вот эти вот терминалы, банкоматы, знаете, как Альфа-банк. Вот такая штучка. Меняют они внутренности, такие штуки. Когда бы он с той стороны подъезжал, что бы он с этой стороны подъезжает, чтобы мы с вами на него посмотрели. А так, конечно, поливать себя из шланга вот там вот они там вот это вот взял, взял в фонтан, чтобы жарко не было, как будто бы уже искупался. Ну, с другой стороны, конечно, когда там асфальт и вообще свежо, так что вот, они понимают, что, знаете, польешь, такая свежесть, дождика не было. Ждем дождика, дождик как-то вот это вот задерживается. Польяна Салмана вам потом расскажет, с какой стороны вот он, понимаете, вот так эксклюзивно тащил зуб. Он, знаете, подошел сзади, конечно, он сделал мне уколы, уколы спереди, подошел спереди к креслу, сделал уколы, чтобы заморозить мой зуб. А вот тащил он этот зуб, тоже такой сложный был случай, потому что такой неотложный, требовал неотложной просто помощи, понимаете, такой этот зуб. Достаточно вот это вот, разными щипцами он там вот это вот тащил, сзади, первый раз такое видела. Ну да, это будет такая интрига, справа или слева, он вообще вот, вообще вот сзади, понимаете, как говорится, с плеча, понимаете. Его вообще было передо мной не видно, он, понимаете, стоял вот там вот, как говорится, сзади и сбоку кресла. И тащил вот так вот зуб, интересно. Ну такие вот дела. Так что вот. Вообще собираюсь, видите, платье, садилась, сейчас померила, вообще думала, что это прямой, это еще такой душ, надо еще, это, наверное, холодный, знаете, какой-нибудь холодный такой душ принять. Сегодня я уже мылась, два раза уже сегодня мылась под душем. А что, он уже вышел? Я же не поняла, он не успел, в отделку он уже выходит. Он только что вошел, буквально вот это вот, и уже выходит. Сейчас я вам покажу, сейчас я вам покажу.